Трудовая миграция и массовое переселение с одних территорий на другие сделало интернациональные браки привычным явлением в современном обществе. Создание семьи с иностранцем сегодня не вызывает негативной реакции общества в Российской Федерации. Количество подобных браков в последние годы существенно увеличилось. Гражданки России зачастую вступают в брачные отношения с гражданами стран, бывших республик Советского Союза, в том числе Туркмении. Поэтому вопрос о том, как зарегистрировать брак с гражданином Туркменистана в России, может стать очень актуальным. Брак в России с иностранным гражданином. На территории РФ законной будет только официальная регистрация брачного союза, осуществленная органами ЗАГСа. Негражданский брак, не церковное венчание в России не обладает юридическим статусом. В РФ регистрация возможна в случае, когда вступление в брак осуществляется на принципах взаимного добровольного согласия, что лично подтверждают брачующиеся в момент регистрации достигнут. Брачный возраст по закону составляет 18 лет, но при наличии уважительных причин, таких как беременность или рождение ребенка, может быть снижен решением местного совета до 16 лет. Лет, отсутствуют обстоятельства, препятствующие вступлению в брак, нерасторгнутые предыдущие супружеские отношения, родство, в том числе усыновление, недееспособность одного из супругов и прочее. Собираясь зарегистрировать отношения с гражданином другого государства, важно удостовериться, что законодательства двух стран не имеют непреодолимых противоречий, которые сделают. Невозможна легализация брака заключенного в РФ на территории другой страны. В некоторых государствах браки с иностранными поданными признаются действительными только если на это имеется разрешение компетентного государственного органа данной страны. В связи с этим работники ЗАГСа при приеме заявления у иностранного жениха или невесты, как правило, выясняют, обязательно ли для них наличие такого разрешения и не станет ли его отсутствие причиной. Непризнание брака в их государстве. Документы, необходимые для регистрации брака с туркменом. По форме и сути процедуры бракосочетания на территории Российской Федерации с гражданином Туркменистана ничем не отличается от свадьбы с представителем другой страны или двух россиян. Единственное отличие в перечне документов, которые нужно будет подготовить для подачи в ЗАГС, чтобы россиянка смогла выйти замуж за туркмена. Пакет документов должен быть укомплектован заграничным паспортом супруга туркмена и его нотариально заверенной копией, переводом загранпаспорта, заверенным в консульстве Туркменистана, в РФ или нотариально, справками, подтверждающими, что никто из будущих супругов в другом браке не состоит, заявлением установленной формы, документом, подтверждающим легальное пребывание. В России гражданина Туркменистана, свидетельством о разводе, если брачующаяся или его будущая жена-россиянка ранее состояли в зарегистрированном браке, квитанция об уплаченной госпошлине. Непременным условием приема заявлений и прилагаемых документов является исполнение обоим брачующимся 18 лет, чего требует законодательство обеих стран. Где регистрируют браки с иностранцами в Российской Федерации? Разобравшись в нюансах законодательства о браке и семье государства будущего мужа, собрав необходимые документы, а также получив положительный ответ на вопрос о том, возможен ли брак между Туркменам и русской и российские невесты задаются следующим вопросом. Куда обратиться, чтобы оформить брак с лицом, не имеющим российского гражданства? Уполномоченными органами для проведения данной процедуры определены отделы ЗАГСов. Целесообразно обратиться в то из них, которое расположено недалеко от места жительства или прописки. Однако, согласно законодательству, право молодоженов в выборе инстанции с числа тех, которые наделены полномочиями для заключения брака, не может быть ограничено. Отказ некоторых ЗАГСов принять заявление из-за нежелания заниматься дополнительными документами является прямым нарушением закона. Бракосочетание можно провести и в консульском отделе Туркменистана, расположенном в Москве. Текст озвучен с помощью Яндекс.Спичкит. Текст озвучен в Яндекс.Клауд. Государство, равно как и Российская Федерация, подписало Минскую конвенцию, освобождающую граждан этих держав от последующей легализации свидетельства о браке. Двойное гражданство России Туркменистан. После того, как официальный брак между россиянкой и туркменом будет заключен, ни один из супругов не лишится своей гражданской принадлежности и не получит новую. В 1993 году РФ и Туркменистан подписали двустороннее соглашение о признании статуса двойного гражданства своих жителей. Документ подлежал пролонгации через каждые пять последующих лет. Однако в 2021 году, когда наступило время очередного продления, Туркменистан в одностороннем порядке отказался подписывать соглашение. Поэтому на данный момент понятия двойное гражданство для граждан РФ и Туркменистана не существует. Что такое фиктивный брак? Большая любовь и желание создать семью не всегда являются главными причинами заключения брака. Регистрация брачного союза с целью получения взаимной выгоды обеими сторонами и не имеющая целью создания семьи позволяет относить такой брак к категории фиктивных. В РФ подобные брачные союзы не приветствуются и могут иметь для обманщиков серьезные последствия. Почему фиктивный брак выгоден для туркменов? Как известно, граждане Туркмении для посещения России должны получить визу, обратившись в посольство или в консульство РФ в Туркменистане. Разрешение на въезд имеет определенные сроки, а многие туркмены стремятся задержаться в России подольше. Заключая фиктивный брак с россиянкой, они стремятся узаконить свое нахождение на территории страны. Став законным супругом, такие граждане имеют право на прохождение упрощенной процедуры легализации, получение РВП, минуя квоты, подача документов на ПМЖ после того, как будет заключен брак. С россиянкой и в статусе временного резидента туркмен проживет три года. Важным аргументом в пользу заключения брака с россиянкой для гражданина Туркменистана выступает и возможность работать без периодического продления специального разрешения на трудоустройство в стране с более высокими доходами и уровнем жизни. Однако в Туркменской республике двойное гражданство запрещено. И попытка въезда с двумя паспортами на территорию страны может завершиться задержанием миграционной службы и требованием отказаться от одного из гражданств. Легальные способы получения гражданства РФ для гражданина Туркменистана. Российское гражданство туркмены могут получить не только заключив брак с россиянкой. Законодательство предусматривает основания, которые позволят им пройти легализацию в упрощенном порядке. К причинам, которые позволяют осуществить подобную процедуру, относятся участие в программе «Соотечественник», факт пребывания в прошлом в гражданстве СССР, рождение в РСФСР, недееспособность, при наличии ребенка россиянина, наличие родителя гражданина России, образование, полученное в РФ, трудовой стаж не менее трех лет в одной из российских компаний, статус индивидуального, предпринимателя, ежегодная прибыль которого составляет не менее 10 миллионов рублей, трудоустройство в РФ по специальности, включенное в перечень продуктов. По упрощенной процедуре. Религиозные каноны. При создании семьи с гражданином Туркменистана, важно учитывать религиозные каноны государства, поскольку почти 90% населения страны исповедует ислам, в то время как большинство россиян. Православные христиане. Однако в Туркмении не исповедуют фундаментализм и многоженство здесь запрещено. Таким образом, Туркмен при заключении брака должен будет предоставить справку о том, что не состоит в других брачных взаимоотношениях. Свадебная церемония и предшествующие ей обряды в некоторой части напоминают российские традиции. Присутствует обряд сватоства, длительная подготовка к бракосочетанию, выкуп невесты, пышное празднование. Но некоторые восточные традиции и обряды могут быть неприемлемы для российской невесты. Как развестись с Туркменом? В ситуации, когда семейная жизнь не заладилась, часто единственным решением проблемы становится развод. Залогом быстрого и безболезненного прекращения брака может стать достижение консенсуса со вторым супругом по вопросам оформления развода, имущественным претензиям, проживанию и содержанию. Запись сгенерирована в Яндекс.Клауд. Общих детей. В случае отсутствия разногласий можно посетить ЗАГС и подать заявление, которому приложить, паспорта супругов, свидетельство о браке, квитанция об уплате госпошлиной обеими сторонами. В противном случае, при наличии общих детей, дело будет решаться только в суде. При невозможности личного присутствия супруга-иностранца на процессе по прекращению брака, он может предоставить нотариально заверенное согласие на развод или отправить на заседание своего. Представителя. Выводы. Граждане России вправе беспрепятственно заключать браки с поданными других государств. Однако перед вступлением в такой брачный союз стоит внимательно ознакомиться с требованиями семейного законодательства страны, гражданином которой является будущая вторая половина. Важно принять во внимание различия в религиозных канонах и ознакомиться с нюансами расторжения брака с иностранцем. Спонсор этого видео – Центр юридической помощи «Бастион», бесплатные юридические консультации круглосуточно. Телефон Центра 8 800 555 67 55, добавочный номер 769. Адрес сайта указан в описании под видео. Ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск. Подписывайтесь на канал. Поделитесь в соцсетях. Всем пока!